приветствую тебя уважаемый коллега у микрофона роман слюхудинов ранее я выкладывал видео где показывал как создать перфорированную трубу и были вопросы по данной трубе некоторые спрашивали как выполнить развертку данной трубы развертку данной трубы выполнить невозможно так как она выполнена как твердотельная модель в этом видео я вам покажу как создавать подобные трубы и в дальнейшем выполнять их развертку кстати если вы еще не видели вот это видео где я показывал как создать перфорированную трубу то обязательно посмотрите ссылку на это видео я размещу в описании к этому видео и так что же мы с вами создадим мы с вами создадим что-то подобное вот и выполним развертку вот такая развертка получится ну что же давайте начнем и сейчас мы создадим новый документ давайте на панели быстрый доступ нажмем по кнопке вот создать открылась окно создать новый документ и нам с вами нужно выбрать вот этот вот деталь то есть вот листовой материал мы с вами будем создавать трубу нашу деталь из листового материала то есть для чего для того чтобы в дальнейшем выполнить развертку данной детали и так давайте я два раза левые клавиши мыши нажимаю создан новый документ и на сейчас давайте запустим команду начать 2d эскиз выберем плоскость x y и команда 1 то есть первый элемент который мы с вами создадим это будет дуга давайте раскроем весь список и выберем от друга центр укажем центр дуги он будет с точки начала координат отлично вот идет создание дуги и давайте сразу же укажем радиус в это поле радиус дуги будет 30 миллиметров я вписал нажимаю клавишу tab отлично и сейчас я укажу начальную точку то есть вот я здесь укажу и виду слева направо то есть против часовой стрелки и посмотрите нам нужно создать дугу угол нее будет 350 целых пять десятых градусов то есть вот не полный круг а нам будет совершать поэтому я в это в поле пишу 0,5 градусов вот посмотрите зазор я специально оставил чтобы эскиз не был замкнутым я нажимаю клавишу escape завершил построение другим так давайте у видового куба нажму здесь перед такие чтобы сейчас был оск annihculating полностью определен давайте создадим зависимость вертикальности на панели зависимость запустим команду зависимость вертикальности я укажу первую точку вот она далее укажу точку начало координат отлично зависимость вертикальности создана эскиз полностью определен сейчас давайте перейдем на вкладку листовый металл и запустим команду фланец с отгибом итак, посмотрите открылось окно фланец с отгибом, здесь нужно указать кромку, давайте укажем вот эту вот нашу дугу и посмотрите, уже на предварительном просмотре видно как это все будет выглядеть, итак давайте расстояние 150 мм укажем, то есть длина нашей трубы 150 и давайте поменяем направление, вот нажмем сюда по кнопке, изменить расстояние наверное неправильно перевели скорее всего это изменить направление должно было звучать, итак вот я поменял, посмотрите направление, так и давайте я увеличу, у нас сейчас стенка, так идет наружу, вот для того чтобы нам сделать внутрь, давайте нажмем по кнопке сменить сторону, и видно что у нас точно идет внутрь стенки, стенка идет внутрь давайте нажмем ok итак посмотрите, элемент создан вот появилась новая ветвь в обозревателе, фланец с отгибом, напомню что толщина стенки по умолчанию 0,5 мм если вам нужно сменить толщину то на панели настройка давайте нажмем вот параметры по умолчанию листового материала, здесь у нас толщина 0,5 мм для того чтобы изменить, давайте снимем галочку вот использовать толщину из правила и толщину давайте впишем 2 я нажимаю клавишу enter и посмотрите, вот толщина стала 2 мм, это видно отлично, вот труба создана и сейчас давайте создадим плоскость, касательную вот к этой цилиндрической грани для того, чтобы на этой плоскости создать эскиз итак, для удобства давайте в обозревателе развернем ветвь начала вот чтобы вот эти плоскости было видно мы с вами сейчас создадим вспомогательную плоскость которая будет параллельна плоскости YZ итак давайте сейчас запустим команду плоскость вот на панели рабочие элементы просто нажимаем по команде плоскость плоскость запущена далее подносим курсор выбираем вот эту цилиндрическую грань и далее в обозревателе выбираем плоскость YZ отлично и посмотрите вот создана рабочая плоскость 1 она параллельна плоскости YZ и касательно цилиндрической грани так далее давайте создадим эскиз на вот нашей плоскости поднесем курсор вот видите, да справа от курсора появилась четырех направленная стрелка нажимаем и вот здесь выбираем создать эскиз там нажмите левую клавишу мыши и выберите создать эскиз отлично и сейчас давайте запустим команду окружность создадим окружность и посмотрите у меня сразу срабатывает привязка выравнивания по горизонтали создаем окружность так, ну диаметром 15 мм отлично давайте сейчас запустим команду размеры вот я запустился и укажем размер от точки начала кардина до центра окружности этот размер будет 15 мм я нажимаю клавишу enter отлично нажимаю клавишу escape сейчас давайте создадим зависимость горизонтальности и так вот я запускаю команду зависимость горизонтальности указываю точку первую так, хотя посмотрите я выбрал команду зависимость горизонтальности видите у меня здесь вертикальность идет так, видите деталь повернута так, давайте тогда запустим команду зависимость вертикальности укажем вот центр окружности и точку начала кардинат отлично вот я создал зависимость эскиз полностью определен и далее давайте перейдем на вкладку 3D модель и запустим команду выдавливания так здесь в окне выдавливания давайте выберем вычитание расстояние 10 мм стоит по умолчанию направление выбрано верно так, вот у меня стоит направление 2 оставляем вот видно на предварительном просмотре как это будет выглядеть и я нажимаю ок итак, посмотрите отверстие получено сейчас в принципе можно скрыть рабочую плоскость 1 итак давайте поднесем курсор вот к этой точке вот когда справа от курсора 4 направленная стрелка правую клавишу мы еще нажимаем и снимаем галочку видимость отлично сейчас давайте опять же зайдем на вкладку 3D модель и запустим команду вот на панели массив круговой массив итак укажем элементы давайте из обозревателя вот выберем элемент выдавливания так далее нажимаем по кнопке ось вращения укажем ось вращения она будет совпадать с осью вот этой цилиндрической поверхности нажимаем по ней так и давайте сейчас ось вращения еще не задал так давайте еще раз я нажимаю вот нажал ось вращения задана и давайте здесь вот число вхождения укажите 6 угол 360 градусов и я нажимаю ок отлично вот что получилось далее давайте на панели массив запустим команду прямоугольный массив так опять же нужно указать элементы давайте из обозревателя укажем круговой массив далее нажмем по кнопке направление 1 вот по этой укажем направление 1 им будет служить вот эта вот кромка так направление верно задано по стрелочке видим так ну и количество столбцов так давайте здесь укажем 8 и расстояние между ними давайте укажем 15 так нет 15 мало так давайте 18 так многовато ну 17 пусть будет отлично и я нажимаю ок и так посмотрите массив отверстий создан далее давайте перейдем на вкладку листовый металл и на панели развертка нажмем по кнопке создать развертку отлично нажал и посмотрите вот развертка трубы выполнена далее чтобы вернуться в прежний режим давайте нажмем по кнопке перейти к согнутой детали и вот посмотрите деталь опять же снова согнута вот в данном видео уроке мы с вами разобрали как создавать трубы и выполнять их развертку чтобы выполнять развертку данная деталь должна быть выполнена как листовая модель и так на этом у меня все не забывайте заходить на мой канал на ютюбе мой канал вы найдете по адресу youtube.com slash supportblog либо в поиске напишите Роман Соликудинов и заходите на мой канал мой канал единственный куда я загружаю свои видео уроки также мой канал вы узнаете по этому баннеру обязательно подпишитесь на него если вы еще не подписались также заходите в группу вконтакте группа находится по адресу vk.com slash в компасе группа называется видео уроки компас 3d solidworks инвентар здесь также я выкладываю различные видео уроки по инвентару по компас 3d по solidworks здесь вы сможете пообщаться с другими пользователями обязательно вступите в группу если вы еще не вступили ну и заходите на мой блог по адресу supportblog.ru сюда я также выкладываю свои видео уроки на этом у меня все жду вас в следующем видео видео уроки выкладываю видео уроки выкладываю видео уроки Продолжение следует...